Завтра все верующие стремятся к природным водоемам, чтобы окунуться в прорубь, по их мнению, и тем самым можно очиститься от грехов и духовно преобразиться. Так ли это на самом деле? Какие неприятные последствия могут возникнуть в случае, если человек не подготовлен физически и морально к купанию в ледяной воде? Ответ на этот вопрос искали мои коллеги Измирнова. Нина Богимова последние 10 лет во время крещения окунается в ледяную прорубь. И не важно, минус 30 на градуснике или минус 55. Главное понять, говорит она, зачем тебе это нужно и какой результат ты хочешь от этого получить. Мы набираемся сил душевных, физических. Это очищение, это омовение. Получаем Божью благодать. Думаю, это только на пользу любому человеку. Подготовка. Человек должен быть морально к этому готов. Это наша вера. Зачастую многие ныряют в прорубь ради забавы или, как говорится, на слабо. На этот счет у медицины свои взгляды. Купание в ледяной воде может нанести непоправимый вред здоровью, а порой привести к летальному исходу. Так в мирном во время крещенского купания в проруби у мужчины остановилось сердце. Чтобы этого избежать, необходима не только моральная, но и длительная физическая подготовка. К моржеванию готовится до 5 лет, чтобы стать профессиональным. А любители, вот эти разовые купания, крещение это разовое купание, правильно? И это стресс для организма, как считаем мы медики. Вполне здоровых людей у нас нет. У каждой имеется заболевание сердечно-сосудистой системы или мочеполовой сферы, инфекции какие-либо. Даже вполне здоровый человек, не подготовившись, испытает стресс. Вряд ли кто знает о правилах погружения в ледяную воду. Во-первых, нужно раздеваться постепенно. То есть охлаждение должно быть постепенным. Сделать несколько упражнений для согревания мышечной системы. И входить в воду тоже постепенно, не резко. И не более 1-2 минут находиться в этой холодной воде. А после этого сразу, конечно, нужно теплые вещи, теплый воздух. Может быть, кому-то и горячая ванна. А вот к мнению, что купание в крещенской воде смывает все грехи, в православной церкви относятся скептически. Считается, что прощение грехов надо добиваться верой, молитвой и добрыми делами, а не только бездумным купанием в ледяном проруби. Эта традиция обросла очень множеством суеверий различных. В частности, одно из них – это то, что через окунание в воду святую человек получает прощение грехов. Это святая церковь этого не признает, и никогда об этом не говорила. Это лишь такое суеверие. А народная традиция, она не имеет, может быть, никакого значения негативного. Это хорошая, положительная традиция, которая связана с праздником крещения. Но при этом это, я скажу так, что это не церковный обряд, и не церковное, тем более, таинство. Чтобы праздник не был омрачен несчастным случаем на воде, следует еще раз подумать и все взвесить. В первую очередь, оценить свои возможности и состояние здоровья, чтобы в дальнейшем избежать непоправимых последствий. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край»